Будьте любезны, скажите, как от фитофторы томаты спасти? Ох уж, это просто! Ну, от фитофторы, как бы, самая привычная, самая старая помощь, которая всегда была, это бордовская смесь, которая хорошо помогает. Вообще, защита от фитофторы, это медисодержащие препараты, сейчас их достаточно много в любом магазине, в частности, в магазинах Седех, урожайная грядка, вы можете найти эти препараты, которые защитят от фитофторы. Ну, когда, я даже помню, начинал свой бизнес, а томаты были, как бы, одним из родоначальников моего бизнеса, помню, старики рекомендовали втыкать короткие медные проволочки в стебельки томатов, и медь, содержащая в этой самой проволоке, защищала эти растения от фитофтороза. Ну, конечно, если... То есть, она растекалась по всему растению? Да, это совершенно верно. В микроскопических дозах. Да, если сажается томатов очень много, конечно, в каждой воткнуть медную проволочку довольно-таки сложно, но это просто один из методов защиты, который на любительском уровне, ну, имеет значение, в общем. Опрыскивать начинаете обычно, ну, где-то в конце июня, когда еще погода достаточно хорошая. Но самое главное, такие опрыскивания, тогда, когда вы, например, слышите от синоптиков, что ожидается понижение температуры и дожди, потому что фитофтороз, это прежде всего вспышку его вызывает сырость и похолодание. Но лучше, конечно, начинать опрыскивать заранее. То есть, обычно это делается, ну, я не знаю, по-моему, год от года не зависит, ну, где-то порядка 10-15 июля примерно. Продолжение следует...